В Свердловской области будет больше индустриальных парков. В регионе принята целая программа. Индустриальный или технопарк – это когда успешное крупное предприятие помогает встать на ноги малому и среднему бизнесу, предоставляя свои площади. Свою лепту вносят и чиновники. Наш корреспондент Анастасия Горохова сегодня побывала в одном из технопарков Свердловской области. Перерабатывают металлы, производят нефтяные цистерны, изготавливают лакокрасочные изделия. И все на одной территории. Десять предприятий объединены в единый индустриальный парк. Организатор масштабного проекта – Синарский трубный завод, который выделил для развития промышленности в Каменске-Уральском 35 гектарах своих незадействованных площадей. В аренду отдал и часть оборудования. Все на льготных условиях. Инфраструктура. Попробуйте подтянуть электричество, еще что-то к себе. Что-то построить. Выделено здание. Стоимость аренды, будем говорить, намного существеннее, меньше, чем я бы брал это в Екатеринбурге. Технопарк позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции и обеспечить местное население новыми рабочими местами. Сейчас здесь трудится почти 4000 рабочих. Синарский трубный завод помогает начинающим бизнесменам налаживать производство, как на этапе проектирования, так и в дальнейшем. Механо-литейный завод – один из первых резидентов парка. Недавно он вышел на новый уровень. Приступил к производству топливных цистерн, которые востребованы на северных месторождениях. Имеются заказы для одной из нефтяных компаний. Изготовление – это топливные баки, платформа аварийная, пара генератора бак. И заказы эти востребованы. И в виде цеха небольшой требуется расширение площадей. Предела 100 человек. То есть создание новых рабочих мест. Сегодня в рядах технопарка появился новый резидент – участок приема и переработки черных металлов. Заготавливаем и отгружаем лома порядка 300 тонн. В перспективе где-то в мае-июнь планируем выйти на цифру 1000 тонн лома в месяц. Весь лом отгружается на северский трубный завод. К 2015 году индустриальный парк разрастется до 160 гектаров. Земельные участки предоставят город и район. Здесь могут разместиться еще 15 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Будем готовить предложения по производству оборудования для обустройства скважины. Далее очень интересные предложения по кооперации с машиностроительными предприятиями города. Это все в интересах развития нашего муниципального образования. Только бюджет одного Каменского-Уральского пополнился на 800 миллионов рублей за год. Анастасия Горохова, Альберт Полутницын, информационная программа «День» Свердловская область, Каменск-Уральский.